Уважаемые любители моих небольших роликов о науке, сегодня у нас очередная серия ответов на вопросы, которые приходят мне на сайты издательства ВИДИ, в лабораторию или даже в виде подписей под моими роликами. Их читают мои сотрудники и наиболее интересные готовят для того, чтобы я вам на них ответил. Сегодня очень актуальный вопрос, который волнует очень многих. Мне спрашивают, а вот как сейчас развивается лечение различных заболеваний головного мозга? Это не совсем моя специальность, но тем не менее, поскольку иногда мне приходится сталкиваться с результатами этих самых лечений, уже в анатомическом смысле, я кое-что могу рассказать. Первое, что очень волнует, новейшее, популярнейшее в мире направление, которое называется «Квантовые точки». Идея состоит в том, что нашим, я думаю, в ближайшее время большинство академиков и наших чиновников выучит эти слова и начнет добывать золотой камень, то есть получать государственные гранты на аналогичные проекты. Поэтому будьте внимательны. Не дай бог это дойдет до прикладной медицины. В чем же дело? Что же такое квантовые точки? Под квантовыми точками понимают старую идею о том, что можно сделать, мол, где маленькие такие частицы или даже небольшие группы атомов каких-нибудь веществ, которых можно запихивать в головной мозг или вообще человеку в тело, вводя. И они, мол, где при надлежащем обрамлении, то есть с окружением органическим, могут приходить и уничтожать раковые клетки. Вот эта замечательная идея, достаточно тупая, чтобы дойти до мозгов одревеснелых начальников, она, собственно говоря, фигурирует уже очень давно. Надо сказать, что первая генерация этих квантовых точечников, которая называлась не так, она еще относится к 80-м, 70-м, 80-м годам. Дело в том, что в те времена возникла такая идея, когда были впервые в достаточном масштабе получены антитела к различным белкам организма человека и животных, о том, что можно, наверное, раз они на гистологических срезах садятся на определенные клетки и даже позволяют в некоторых сочетаниях, если использовать большую панель таких маркеров, выявлять в том числе и сложные опухоли, что чистая правда, то, наверное, можно как-то сделать так, чтобы запустить эти антитела в тело человека или животного. Они сами найдут коварные раковые клетки, сядут на них и уничтожат. Вот с этой идеей вносили в 70-е годы, довольно много в 80-е. Ну, эксперименты показали, что не приходят антитела никуда, а не доходят они ни до каких раковых клеток. Тогда возникла через некоторое время новая идея. Те, кто смог на первой идее заработать и получить гранты, как у нас, так и на Западе, значит, они уже отошли от дел, и новая молодая генерация столь же безграмотных, прости господи, исследователей набросилась на госбюджетное и грантовое финансирование с новым предложением. Потому что открыли, как вы знаете, наногуталин. То есть выяснилось, что, оказывается, есть такие маленькие частицы, больше атомов, но меньше пыли в воздухе, то есть наночастицы. Ну, всё ясно, наночастица – это такое вроде яблоко. Тогда надо и наночастицу улучшить. А как её улучшить? Это же ясно. Берёшь и улучшаешь. Вот таким примерно способом. С одной стороны, у тебя наночастица обладает антителом, а с другой стороны – каким-нибудь коварным токсином. Их много довольно. И ты запускаешь эту наночастицу, и она каким-то загадочным образом. Почти так же, как среди верующих в стволовые клетки попадает в нужное место, ну, если в стволовые клетки превращают сразу в то, что у вас не хватает. Вы там пропили свою печень. Замечательно. Вам ведут стволовые клетки печень, и она отрастёт. Ну, кстати, печень отрастает всю жизнь, если вы её не очень быстро портите плохой водкой. Это факт. А здесь, значит, идея такая же. Вот эта наночастица приползает и коварно внедряется в раковую клетку. А потом были даже такие идеи, в том числе многие наши инженеры, очень популярные в узких кругах, что позволяло им получать хорошие деньги, говорят, а дальше, как только эта наночастица, ну, например, из свинца или золота, что ещё лучше, технологии дороже, втыкается, находит с помощью присоединённого к ней антитела в раковую клетку, мы запускаем этого человека в СВЧ. И нагретая наночастица взрывается. Ой, клетка умирает в страшных корчах. Вот такой бредятиной были заполнены очень многие научные журналы, и наши, и западные. Но этого оказалось недостаточно. В конце концов, хорошо подзаработавшее поколение этих самых наночастичников, то есть вот этого маразма очередного, отошло от дел, поскольку, в общем, мы перестали давать деньги, потому что как бы наночастицы есть, а результатов нет. Ну, и многие из них стали переходить на жидкие формы наночастиц, зайдут в магазин, возьмут пол-литра наночастиц, кого-нибудь портвейна. Ну, и тут же их запустят вовнутрь с лекарственными, естественно, целями. Так вот, сейчас начинается новая генерация размножения мелких парохиндеев и казнокрадов, и начинается она, как часто такие вещи начинаются, в Германии. В Германии там эффективные минагеры, которые, у которых в глазах, знаете, как у дядюшки Скруджа, так доллары выскакивают. Они подбирают таких же ученых, прости господи. Ну, у нас их тоже много, особенно за последние 30 лет появились те, которые даже не очень уверены, в какую сторону кровь двигается у нас, где. Я сам сталкиваюсь с такими регулярно. И начинается новый путь. Теперь нужно перейти от квантового компьютера, на который тоже стараешься денег не давать, несмотря на гениальные идеи, которые там крутятся вокруг. Ну, это типа токамаков, которые я видел еще в юности. Ну, вот и продолжается прекрасная прачечная вокруг этих самых токамаков до сих пор, потому что, ну, уже многие держат там по 80 секунд плазму в устойчивом состоянии. Это достижение. Самое главное, что третье поколение токамакщиков обеспечено работой и достаточно интересными развлечениями. Так и здесь. Теперь у нас наноточки. Причем какие замечательные вещества хотят запускать то, что меня больше всего волнует, в мозг человека. Надо же. Такие, как Селен, например. Почитайте про Селенодефицит в Китае и про отравление, например, сурьмой. Тоже очень полезное вещество. Но вот оказывается, эти самые квантовые точки, они проникнут куда надо, встанут где нужно и убьют опять всех раковых клеток. Так что мы начинаем сейчас очередной цикл околонаучной прохиндиады, понятной абсолютно чиновникам. А это значит, что будут гарантированно выделены гигантские деньги и вновь пойдет все своим замечательным чередом. А то, что существует и то, что дает результат, в нашей стране закрывается. И я должен с прискорбием сообщить, что в ближайшие месяцы институт, в котором я работаю, тоже перестанет существовать, как все здравое, что существует в этой стране и дает заведомо эффективный результат. Поэтому, уважаемые слушатели, набирайте терпение, готовьтесь к применению квантовых точек на ваших мозгах, что, я думаю, надо делать с большой осторожностью. Потому что они, конечно, раковые клетки вряд ли найдут, а вот причинить непоправимые изменения вашего здоровья и особенно нервной системы, смогут запросто. Так что набирайте терпение, знаний и здравомыслия. Они в среде околонаучной прохиндиады или квантовой прачечной, имеется в виду бюджетные деньги, вам очень могут пригодиться. Будьте осторожны. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok